И товар лицом. Омский художник Виктор Хрущ много лет разрабатывает логотипы для самых разных организаций, от коммерческих фирм до городских музеев. Причем не только местные предприниматели пользуются рисунками знаменитого графика. Товарные знаки Виктор Иванович включил в экспозицию новые персональные выставки, и там уже побывали Анна Рыбина и Андрей Скалов. Эти плакаты должны украшать коридоры правительственных зданий и кабинеты чиновников, как наглядное напоминание о длинной руке закона. Пока что работы висят в Союзе художников. Здесь открывает персональную выставку Виктор Хрущ. Автор по-хозяйски окидывает взглядом зал, готовится к приходу гостей. Это коллеги, заказчики и студенты. 25 лет Виктор Иванович работает на кафедре дизайна ОМГПУ. Параллельно трудится художником графиком, а еще рисует плакаты. Его последние работы посвящены столетию Октябрьской революции. Хрущ относится к событию двояко. Так древко красного флага перетекает в рукоятку топора. Булыжник – оружие пролетариата, да, такая работа. А я просто сказал, а маузер, то есть что его связывает маузер, да, те же забастовки рабочих, да, трубы, трубы, маузер. И в трубах идет дым, и у маузера тоже идет дым. Есть на выставке и пейзажи в свойственной для художника технике компьютерная графика. Хрущ – противник пленеров, и этот синокос рисовал по памяти. Я просто как бы вообще-то родился в Одесском районе, ну и в принципе такие ситуации довольно часто наблюдал. Вы никогда, наверное, не видели миражей, а раньше они были почти каждый день, эти миражи. Ну вот здесь просто существует вот вечерний закат, я просто видел, это еще память какая-то осталась. Для художника, наверное, это нормально, когда вы помните с детства какие-то, помните тополя. Карикатурных персонажей художник тоже берет из головы. Там целая картотека фактурных лиц, с которыми Хрущ знакомился в жизни. Правда, однажды система дала сбой. Большой альбом был, это серия «Жизнь замечательных людей» была такая. И там был сборник американских писателей, где-то человек около 20. И одного из героев я даже сам не заметил, как я сделал себя полностью все. То есть мои повадки, руки, движения. То есть мне потом сказали люди со стороны, говорят, слушай, так это ты. Отдельное место на выставке отведено логотипом. Хрущ пристратился к ним, как к ребусам. Узнаете этого быка? Много лет он был символом омского мясокомбината. Поразительный по лаконичности логотип создал Виктор Хрущ путем долгих раздумий, графических поисков и жесткого отбора из сотен вариантов. С его легкой руки и глубокой мысли эмблемы появились у технического университета, первого мужского салона «Альпачино», красноярской обувной фабрики и компании «Бизнес-техника». Всего более 500 товарных знаков. Активно пользуются логотипами Хруща, Министерства природных ресурсов и музей Врубеля. А вот вариант эмблемы для метрополитена или театра «Орликин» заказчики отвергли, но художник сохранил их на память. Здесь, да, может быть, колпак, тоже есть ассоциации такие. И это лучший прожектор, который светит на арену. Зашифровать массу информации в маленьком логотипе – это отдельный вид искусства, уверен Виктор Хрущ. Увлеченный любимым делом, он видит знаки повсюду. Даже на выставке не случайно представлена 61 работа. Виктору Ивановичу сейчас 61 год. Анна Рыбина и Андрей Соколов. Антенна 7. Продолжение следует...